Тренировка сборной России назначена на полдень. Практически самая жара. Оказывается, предыгровые занятия всегда начинаются в это время. Перед самым началом тренировки к футболистам с большого экрана обращается травмированный Денис Черышев. В будущем обязательно увидимся. Желаю вам сегодня победной игры. Давайте все вместе. Поболеем за сборную Россию. И чтобы все получилось, все получилось. Давайте, ребята, вперед. Мы самые лучшие. Болеещие, ребята, не остальные. Только вперед. Команда тренируется в полном составе. Все звезды российской сборной. Дзюба и Фернандес с улыбкой толкают друг друга. Настроение после разгрома Сан-Марина хорошее. На съемку только 15 минут. Затем журналисты уйдут из чаши стадиона. Игроки Станислава Черчесова будут отрабатывать тактические действия. Соперник, хоть и намного слабее, может поставить подножку. В 1997-м из-за ничьей с Кипром Россия не смогла пройти финальную часть чемпионата мира. Ворота сборной тогда защищал Станислав Черчесов. И тот матч он помнит. С каждой командой надо играть. Мы видели игру последнюю с Шотландией. Очень хорошая игра была. Такая интенсивная, очень крепкая и организованная команда. Поэтому нас ждет непростой матч завтра. Футболисты это тоже понимают. Эйфории после самой крупной победы в истории в команде нет. Мы уже забыли этот матч. Понятно, что выиграли и крупно выиграли. И сейчас готовимся только к Кипру. И никакого недонастроения, недооценки быть не может. Тут все профессионалы, все понимают, что нужно сделать только три очка и все. Ни о чем не думать. После трех туров сборная России находится на втором месте в группе. От Бельгии мы отстаем на три очка. Матч России и Кипр начнется на стадионе Нижний Новгород во вторник в 21.45. Национальная команда в Нижнем Новгороде сыграет впервые в своей истории. Неудивительно, что на матче ожидается аншлаг. Александр Быков, Ренат Бикбаев. Время новостей.